В нашем городе ведется активное строительство и ремонтные работы. Согласно законодательству, застройщик обязан вывешивать информационный щит, где будут указаны номера телефонов и сроки окончания работы. Сегодня мы пройдемся по городу как обыватели и посмотрим, легко ли добыть эту информацию. Информационный щит выставляется в начале производства работ по строительству. В начале еще только земляных работ проведения. На нем указывается заказчик организации, которая заказывает производство работ, генеральный подрядчик и проектная организация, которая проводила ремонт. И вот первый объект строительства нового корпуса районной больницы. В самом проходном месте висит информация с извинениями за неудобства. Здесь застройщик приносит извинения за временные неудобства. Но насколько эти неудобства временные, нам неизвестно. Когда завершатся работы, неясно. Информационного щита с этой стороны стройплощадки нам найти не удалось. А его отсутствие является административным правонарушением. Сообщать в органы местного самоуправления и также в Госадомтехнадзор Московской области. И какие принимаются действия? В отношении строительной площадки и организации, которая проводила строительные работы, будут приняты меры административного характера. А вот на выезде из города красуется новенькое здание. На этом объекте работы подходят к концу. Уже снято строительное ограждение. Рабочие ведут отделочные работы. Но информационного щита также нет. Когда дом принят в эксплуатацию, сразу же снимается ограждение. После производства работ по благоустройству и щит вместе с ними тоже убирается. Эта точка яркий пример того, как должен быть оформлен информационный щит. Здесь есть полная информация о застройщике, заказчике, подрядчике, полный список номеров телефонов, а также сроки окончания работ. Кроме того, легко найти план строящихся объектов. Везде знаки, предупреждающие об опасности. И вот еще один объект, где соблюдается законодательство в рамках донесения информации до жителей района. Новый жилой комплекс. Согласно данным, он будет закончен в конце этого года. Подрядчики, заказчики, исполнители, номера телефонов, а также сроки окончания работ. Все эти данные являются важными и нужными для каждого жителя нашего города и района. Екатерина Чернышева, Константин Брылов, Видное ТВ.